Создание так называемых зон безопасности в Сирии на деле оказалось не более чем декларацией. Практически по всей территории этой страны продолжаются боевые действия, а Россия тем временем наращивает свою численность. Подробнее расскажет Сергей Ауслендер. На кадрах, которые вы сейчас увидите, два сирийских города, Латамха и Кафрзита. Это провинция Хама, одна из так называемых зон безопасности, о создании которых накануне договорились Россия, Иран и Турция. То, что сейчас происходит в Хаме, ну никак не похоже на безопасность. Подписанный меморандум в частности предусматривал полное прекращение боевых действий, но вышеназванные города усиленно бомбит авиация. Скорее всего российская, потому что сирийская после удара американского флота практически небоеспособна. Тем временем из осажденных пригородов Дамаска после сильнейших бомбардировок эвакуируются повстанцы и их сторонники. Это первая точка сбора для беженцев из района Барзах в Дамаске. Тут около полутора тысяч человек. Наша миссия в Хаме полностью готова к приему людей, а медперсонал к оказанию им помощи. У нас готово множество машин скорой помощи для эвакуации раненых. Сирийское правительство возражает против отправки в эти зоны безопасности наблюдателей ООН и согласно лишь на присутствие там наблюдателей из Ирана и России. Связано это вероятнее всего с тем, что никакого перемирия там на самом деле не наблюдается. Продолжаются обстрелы и бомбежки. По-прежнему гибнут люди. Россия в это время наращивает свою военную группировку в Сирии в Порт-Тартус, который контролирует правительственные силы. Прибыли транспорты с грузом новейших артиллерийских систем М-30. По данным американской разведки они предназначены для поддержки наземных действий армии Асада. А на базе Хмеймим израильский спутник внезапно обнаружил российский самолет дальнего обнаружения А-50, который предназначен для контроля за воздушным пространством. Так вот есть версия, что контролировать он будет как раз перемещение израильской авиации. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.